Перед запуском любого завода и завод СПГ на ОГТ не исключение, в обязательном порядке должна быть проведена пусконаладка. Это масштабное испытание на работоспособность оборудования и всех систем предприятия. Только после этого возможен его запуск. В этом выпуске мы расскажем об этом невероятно сложном, но интересном процессе. Если говорить детальнее, пусконаладка это по сути проверка и перепроверка всех систем. Как, что и с чем сочетается, как соотносится с технической документацией. И как все это в итоге быстро и качественно работает друг с другом. Ведь если на объекте есть недочеты, выявить и устранить их нужно задолго до подключения его к трубопроводам, по которым идет природный газ. Так как тут приходят готовые изделия, модули, мы можем сразу после установки модулей работать внутри модулей по пусконаладке и параллельно соединять модули между собой для открытия фронтов работ для дальнейших пусконаладочных работ. Потому что пусконаладка это тоже не какой-то единичный процесс. Это комплекс инженерно-технических мероприятий. В конце марта все 14 модулей, из которых состоит наш плавучий газоперерабатывающий завод, были установлены на гравитационное основание. С этого момента весь комплекс вступил в фазу ПНР – пусконаладочных работ. Чтобы вы понимали объем работ, перечислим только общий список их основных направлений. Проверка критической арматуры, испытания на герметичность, проверка контрольно-измерительных приборов, функциональные испытания, подача напряжения на подстанции и оборудование, проверка контуров электрообогрева, заполнение разными средами, масло, гликоль, вода, аминоцербент, обкатка оборудования, например, механические испытания насосов и турбин, горячие пусконаладочные работы, подача газа и проверка оборудования под нагрузкой. Проводить ПНР должны только специально подготовленные инженеры. Вузов такой специализации пока нет, поэтому работники изучают особенности профессии десятилетиями прямо на производстве. Инженер по интеграции – профессия многозадачная, требующая знаний и опыта из самых различных областей. Испытывают инженеры и саму бетонную конструкцию. Как раз сейчас проходят ее проверки на герметичность. Каждое основание гравитационного типа состоит из 20 отсеков объемом от 5 до 110 тысяч кубометров. Они находятся в разных местах и выполняют разные функции. Но цель у них одна – удержать огромный завод на плаву во время транспортировки. Чтобы не было протечек, все швы и стыки несколько раз осматривают. После чего каждый резервуар заполняется морской водой на сутки на 9, 18 или 27 метров. Лишь после выдерживания такого давления испытание считается пройденным. А это уже резервуар для хранения главной продукции – сжиженного природного газа. Его тестирование будет проходить по похожему принципу. После окончания монтажных работ все поверхности обезжирят, а сам резервуар заполнят азотом. Эта конструкция уникальна как минимум в России. До этого ее никогда не строили. Данная конструкция в основном применяется для строительства кораблей. Но впервые применена внутри основания гравитационного типа. То есть уникальные ее масштабы, уникальное количество людей, которые было задействовано на строительство. Поскольку здесь будет храниться креогенный продукт при температуре минус 163 градуса, необходимо обеспечить возможность термального расширения конструкции. Поэтому вот они такие здесь вафельные. То есть ребра, которые вы видите, они предназначены для возможности расширения конструкции под воздействием температур. Настройка оборудования идет круглосуточно. В таком ритме инженерам предстоит провести несколько месяцев. Как это происходит, хорошо видно на работе с кабелями и электрикой. Например, только один этот шкаф вручную собирали три дня. Вслед за модулями на площадку ЦСКМС начало прибывать другое сложнейшее оборудование. Например, турбины. Для плавучего завода СПГ это важнейшие элементы. Всего здесь их будет семь. Если сравнивать с человеческим организмом, по сути это сердце. Только сердце перекачивает кровь. В данном случае турбина перекачивает хладагент, который непосредственно участвует в процессе сжижения. После ее установки у нас открывается огромный фронт работ по последующим строительно-монтажным мероприятиям и пусконаладочным. Настройка и проверка оборудования будет проходить здесь, на площадке, несколько месяцев. После чего УГТ будет отбуксировано на Гданский полуостров, где будет происходить уже настоящий пуск с подачей на завод природного газа, добываемого на утреннем месторождении.